Дорогие братья и сестры, уважаемые наши сограждане, друзья, вообще в нынешнем сознании очень, наверное, непросто поверить в то, что 300 лет назад, даже 300 лет назад, даже в имперский период, когда люди начинали что-то делать, они сначала обращались к Богу, ставили Дом Божий, а уже потом ставили свои дома или заводы, как сегодня здесь, в Екатеринбурге. Поэтому для того, чтобы начать что-то делать здесь, наши благочестивые предки поставили храм Божий и посвятили его Святой Екатерине. И с тех пор и храм, и главным образом сам праздник, Свято-Святая, стала покровителем нашего города и всей нашей округи. Много времени прошло с этих пор, очень многое изменилось в сознании, у людей, но суть-то остается прежним. Святая Екатерина, как образ мужества, мудрости, неземной красоты, великой стойкости, он сохраняет этот принцип и по сегодняшний день. И мне бы тоже хотелось пожелать всем нам с вами в этот день, чтобы мы брали пример с тех, кто жил до нас, брали пример с тех, во имя кого названы наши дети или посвящены наши города. Это наши мученики, это наши святые. И таким образом, таким символом, такой святостью является и сама великомученица Екатерина, которая известна не только тем, что она приняла мученический подвиг много-много лет тому назад, в 305 году, но прежде всего известна тем, что она была человеком очень стойким, мудрым, невероятной красоты, человеком, который был цельным по отношению к этой жизни. Из этой целостности я желаю каждому из нас, чтобы мы все-таки проявляли в нужное время и мудрость, и мужество, чтобы наше желание сделать город краше, оно осуществлялось в каких-то конкретных делах, чтобы за каждыми словами, произнесенными с различных трибун, следовали и добрые дела, и все то, что нам нужно для нашей жизни, оно было осуществлено с добрым сердцем, с добрыми намерениями для общего блага. Потому что если бы наши предки строили город только для того, чтобы создать какое-то временное благополучие для тех или иных общин, то мы бы не дожили до этого времени. Они всегда смотрели в будущее. И любое селение, любое дело, которое начиналось, оно начиналось и делалось для того, чтобы лучше и правильнее жили последующие поколения. Нужно оставить наш город красивым для тех, кто придет после нас. Нужно оставить наш город замечательным, таким, чтобы, которым хотелось приезжать и видеть настоящую красоту, а не безликость или все то, что затмевает не только внешний, но и внутренний взор. Желаю нашему городу многих и благих лет жизни на этой земле с добрыми людьми, с добрым сердцем, с любовью к окружающему миру и пребыванием в той красоте духа и жизни, образ которой являет нам ее покровительница, святая великомученица Екатерина. С Тезоименистом, с Днем Ангела нашего замечательного города, с Днем Памяти нашей замечательной, святой нашей покровительницы. С Днем Святой Екатерины!